Пришло время Какую? Три тетушки. Знаете такую сказку? Ее придумал шведский народ. Послушайте. В старину жили в местечке у Планде король с королевой. И был у них один единственный сын. А в соседнем королевстве принцесса подрастала, невеста у Планского принца. Обручили отцы детей еще в детстве. Принц был молодец-молодцом, а принцесса была славная и пригожая. Только душа ее лежала больше не к рукоделию и домовничнью, а к играм и веселью. Но у Планская королева мать принца была женщина строгая, домовитая и первая на все королевство рукодельница. Прела она, ткала и шила с утра до вечера. Вот и хотелось ей в невестке такую же искусницу, как она сама. Надо испытать сперва, что эта принцесса умеет. Так, я говорю, мой король? Вы все так говорите. То ты же попробовал бы перечить. Только... Что только? Ведь принц с принцессой любят друг друга. И пусть любят. А верную любовь куда дороже пряжи и полотна. Не кажется ли вам, мой король, что это не государственные дела? Не государственные. А что это значит? Это значит... Это значит... Мое величество, это значит, что вы скажете, то и значит. Опомнились, так-то. Делайте, как знаете, моя королева. Только помните про любовь принца и принцессы. Не вашего ума, а то дело, ваше величество. Это вам не государственные дела решать. Да-да, не государственные. Вот отвели красавицу-принцессу в светелку. Прислала ей королева полпудоль льняной кудели и наказала принцессе на прясть из кудели пряжу. Только сготовь пряжу, покуда заря не занялась. Всю эту кудель? Все, все. Как же я справлюсь? А не справишься, тогда о моем сыне и думать забудь. До свидания. До свидания. Что же мне делать? Я ничего не умею. Сколько бы я ни старалась, столько кудели не смогу наопрясть. Вот и все. Прощай, принц. Рано прощаешься, красавица. Ой, кто это? Не бойся, милая. В светелку вошла старушка, такая диковинная с виду, маленькая, сгорбленная и сморщенная. А ноги у старушки большие-пребольшие. Мир тебе, красавица. И тебе. Отчего ты, красавица, такая печальная? Как же мне не печалиться? Нынче вечером наказала мне королева на прясть полпуда льняной кудели. Ой, многовато. Очень много. А коли не справлюсь, пока заря не займется, не видать мне королевского сына. Строгая, очень строгая королева. И я так думаю. Вот и плачу, что я такая неумелая. Утешься, красавица. Королева здешняя тоже прясть не умела. Как и я. Видишь, бабушка, может, и я научусь? Королева-то научилась. Наверное, ее кто-нибудь обучил? Я обучила. Ты? Я королеву обучила когда-то, и тебе сперва помогу, а уж после прясть обучу. Спасибо, бабушка. Чем же я тебя отблагодарю? Ничего мне не надо. Только исполни одно мое желание. Проси, чего хочешь, милая моя тетушка. Коли желание твою во власти человеческой, исполню его. Ладно. Зовут меня тетушка Большеножка. И ничего мне от тебя не надо. Пригласи меня только на свою свадьбу с принцем. Охотно приглашу. Не бывала я на свадьбе с той поры, как старая королева, твоя будущая свекровь, под венцом стояла. Я исполню твое желание, тетушка Большеножка. Только помоги мне. Давай. Давай всю кудель. Вот она. Бери. Забрала тетушка Большеножка льняную кудель и ушла во свояси. А принцесса спать улеглась. Но всю ночь глаз не сомкнула. Рано-рано утром, еще не рассвело, отворилась дверь, и в светелку вошла та самая старушка. Подошла она к королевской дочке и протянула ей большой пук пряжи, белой, как снег, и тонкой, как паутинка. Смотри, такой чудной пряжи не доводилась мне прячь с той поры, как пряла я для нашей королевы, когда она замуж собиралась. Верно. Давно это было? Уж и не упомню, когда это было. Смотри, не забудь про обещание. Не забуду. Прощай. Куда же ты? Постой. А старушка из глаз исчезла, будто ее и не было. Радостная принцесса легла и заснула счастливым сном. Не прошло и часа, как разбудила ее старая королева. Стоит у ее ложа. Ну как, готова пряжа? Да, смотрите. Отлично, отлично. Никогда не думала, что ты умеешь так искусно прясть. И я не думала. Хвалю тебя, принцесса, хвалю. Ты очень старательная. Тут что-то не так. Умница, умница. Не прошло и дня, как надумала королева испытать принцессу по-другому. Прислала она в светелку пряжу вместе с ткацким станком и прочей снастью и наказала принцессе на ткать из пряжи полотна. Только полотно надо изготовить, покуда солнце не взошло. А справлюсь я? Не справишься тогда о моем сыне и думать забудь. Как же так, королева? Ни о чем не спрашивай. Принимайся поскорее за работу. Прощай. Прощайте. Ну вот, опять я одна. Конечно, не соткать мне из этой пряжи полотна и браться за работу нечего. Это невозможно. Да и не умею я. Какое ужасное испытание. Хоть бы тетушка большеножка пришла. Она такая добрая. Никого нет. Какая я несчастная. Ой-ой-ой, дверь открывается. В самом деле, дверь отворилась и тихо-тихо вошла в светелку старушка. Такая диковинная с виду, маленькая, сгорбленная, сморщенная, а пониже спины толстая-притолстая. Ах, мир тебе, дочка. И тебе. Хочу, красавица. Одна сидишь и слезы льешь. Как же мне не плакать. Наказала мне королева наткать из пряжи полотном. А ты, конечно, не умеешь этого делать. Так? Так. А коли не справлюсь, покуда солнце не взойдет, не видать мне королевского сына. Ох, это большое огорчение. Вот я и плачу, что я такая неумелая. Хух, а ты не плачь, милая. Как же мне не плакать? Да учишься, красавица. Королева здешняя тоже ткать не умела. Я ее обучила. Я рада тоже научиться. Ну и тебе сначала помогу. А уж после ткать обучу. Как же мне тебя благодарить, бабушка? Эх, и не надо меня благодарить. Только исполни одно мое желание. Проси, чего хочешь, милая моя тетушка. Коли желание твою во власти человеческой, исполню его. Ох, ладно. Зовут меня тетушка Толстогуска. И ничего мне от тебя не надо. Пригласи меня только на свою свадьбу с принцем. Будь по-твоему. Ах, не бывало я на свадьбе. Вот с той поры, как старая-то королева, твоя будущая свекровь под венцом стояла. Исполню твое желание. Только помоги мне. Ну, давай свою пряжу. Вот она. Бери. Забрала тетушка Толстогуска пряжу и ушла во свояси. А принцесса спать улеглась. Но всю долгую ночь не сомкнула глаз. Рано поутру, еще солнце не взошло, отворилась дверь, и в светелку вошла та самая старушка. Подошла она к королевской дочке и протянула ей большой кусок полотна, белого, как снег, и плотного, как шкура звериная. Смотри, красавица! Такого чудного полотна не доводилось мне ткать с той поры, как я ткала для упланской королевы, когда она замуж собиралась. Давно это было? Ух, так давно! Еще и не упомню. Когда это было? Спасибо, бабушка. О, не надо благодарности. Что бы я без тебя делала? О, ты, милая, только про свое обещание не забудь. Не забуду, приглашу. О, прощай. Исчезла. Будто и не было ее. Ладно, посплю я немного. И заснула принцесса сладким сном. Да только не прошло и часа, как разбудила ее старая королева. Стоит уже у ее ложа. Ну как, готово полотно? Да, вот оно. О, прекрасная работа. Никакого изъяна. Никогда бы не подумала, что ты такая мастерица. Нет, тут что-то не то. Я выполнила все, что вы приказали? Не торопись. Что еще она задумала? Наверное, просто не нравлюсь я ей. И поэтому придумывает что-то невыполнимое. Если бы не тетушки. Что ты там бормочешь? Ничего. Жду, что вы мне скажете. А я ничего не скажу. Как так? Я испытаю тебя по-другому. До свидания. Что же теперь будет? Не прошло и дня, как королева прислала в светелку принцессе полотно и нитки с иголками. и наказала принцессе из того полотна принцу рубашки сшить. Только рубашки надо сшить, покуда не расцветет. Ох, какая трудная задача. А не справишься? Тогда о моем сыне и думать забудь. Снова ушла королева, и принцесса осталась одна. Сколько ни старайся, не нашить мне рубашек из полотна. Я могу только по горнице ходить да плакать. Что же мне делать? Не умела я совсем? Хоть бы меня в детстве научили иголку держать. Не видать мне принца. Ой, дверь отворяется. Дверь отворилась, и в светелку тихо-тихо вошла старушка, такая диковинная с виду, маленькая, сгорбленная, сморщенная. А руки у старушки длинные-предлинные, особенно большой палец. Мир тебе, красавица. И тебе? Отчего, милая, одна сидишь и слезы роняешь? Как же мне не плакать? Наказала мне королева шить из полотна рубашки королевскому сыну. А ты не умеешь, да? Не умею. А коли не справлюсь, покуда не рассветёт, не видать мне суженого. Вот и плачу, что я такая неумелая. Утешься, красавица. Как же я могу утешиться? Вон, смотрите, какие рубашки королева шьёт. Загляденье. А было время, когда и королева здешняя не умела шить. А кто же её научил? Я научила. Ты? Так научи меня. Я так люблю принца. Я научусь. Я тебе сперва помогу, а уж после шить обучу. Не знаю, как и благодарить тебя. А ты исполни только одно моё желание. Проси, что хочешь, милая тётушка. Коли желание твоё во власти человеческой, исполню его. Ладно. Зовут меня тётушка Долгоручка. И ничего мне от тебя не надо. Пригласи меня только на свою свадьбу с принцем. Будь по-твоему. Не бывал я на свадьбе с той поры, как старая королева, твоя будущая свекровь, под венцом стояла. Исполни твоё желание, тётушка. Только помоги мне. Забрала тётушка Долгоручка полотно и ушла во своя оси. А принцесса опять спать улеглась. И спала так крепко, что никакой сон ей не приснился. Рано поутру, ещё солнышко не взошло, отворилась дверь, и в светёлку вошла та самая старушка. Подошла она к королевской дочке, разбудила её и дала ей рубашки. Одну, другую, третью и ещё. Но и были те рубашки искусно сшиты и шёлком вышиты. Спасибо тебе, тётушка. Ты меня спасла. Гляди, таких рубашек не доводилось мне шить с той поры, как шила я для упландской королевы, когда она замуж собиралась. Давно это было? Не упомню, когда. Ты шила для королевы, а теперь для меня. Смотри, не забудь про своё обещание. Не забуду. Ну, прощай. Исчезла. Как быстро. А в дверях уже королева стоит. Ну как, готовы рубашки? Да, смотрите, нравится шитьё? Сколько королева рубашки не вертела, сколько на свет не глядела, никакого изъяна в них не выискала. Ох, разозлилась королева. Глаза молнией мечут. Ну что ж, бери принца в мужья. Никогда бы не подумала, что ты такая рукодельница. Да к тому же такая искусница. С тем королева и ушла, а с досады хлопнула дверью, да так, что стёкла в светёлке задребезжали. Забыла, видно, королева про свои молодые годы, про то, как замуж собиралась и ничего не умела делать. А три тётушки ей тогда помогли, а уж после разному рукоделию научили. Стали в замке к свадьбе готовиться. Стряпают, пекут, варят. Только не очень принцесса своему свадебному дню радовалась. Помнила она, каких диковинных гостей наприглашала, но знала, что примет их хорошо. Кто, как не старушки, ей счастье добыли. Вот время идёт и настал свадебный день. Играют свадьбу в радости и веселье по старинке. Где же мои старушки? Не вижу ни тётушки-большенушки, ни тётушки-толстогуски, ни тётушки-долгоручки. Гости, дорогие, садитесь за стол. Сегодня большой праздник. Мой сын женится. Милости просим, милости просим. Король. Я здесь. А кто это в сторонке сидит? Ага. Появились. Что сейчас будет? Э-э-э. Мы их не звали. Кто же это? Подойди к ним, мой король, немедленно. Хорошо. Кто вы такие? И как вас зовут? Вроде не приводилось мне раньше таких, как вы, видеть. Говорите все, но только по очереди. Я первое скажу. Звать меня тётушка-большеношка. А ноги у меня такие большие от того, что уж больно много прила я на своём веку. Нужда меня заставила без отдыху трудиться. Жизнь тяжёлая меня изуродовала. Ага. Ах, вот как. Стало быть, принцесса будет прясть в меру. Ей-то из-за куска хлеба не надо спину гнуть. Она будет прясть, но так, как я, в меру. Но прекрасно. Уж я об этом позабочусь. А как тебя зовут вторая старушка? Звать меня тётушка-толстогушка. Ага. Вы видите, какая я безобразно полная. Ну, это от того, что я много ткала на своём веку. сижу и тку, сижу и тку. Вот так себя и изуродовала, нужда заставила. Ага. Вот как. Стало быть, принцесса будет ткать в меру. Как я? В меру? Ну, прекрасно. Да-да-да. Да-да. Вот теперь мне хочется узнать, как зовут третью старушку. А звать меня тётушка-долгоручка. А руки у меня длинные. Особенно большой палец от того, что уж больно много сшила. Нужда меня заставила без отдыху трудиться. Жизнь тяжкая меня изуродовала. Ах, вот как. Стало быть, принцесса будет шить в меру? В меру, как я. Но только прекрасно. Милые, дорогие король и королева, отныне я ваша дочь. Я люблю принца, люблю вас. Три добрые тётушки научат меня прясть, ткать и шить. Я вам так благодарна, что вы помогли мне. Я так и знала, что это ваша работа. И тебе ведь помогали, помнишь? Ты помнишь? Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, что старое вспоминать? У нас свадьба. А у нас веселье. у нас веселье. После свадьбы тетушки отправились в Освояси. Никто и не видел, куда они подевались. Жил принц в счастье и довольстве с молодой женой. И в доме было мирно и спокойно. А потом стала молодая такой же рукодельницей, как старая королева. Поговаривают, будто старушки те и после к ней наведывались. Обучали они ее всякому рукоделию, и стала она доброй хозяйкой. И трудилась королева хоть и прилежно, но в меру. Труд ей всегда был в радость. Вот и осталась она до старости статной до пригожей. Субтитры создавал DimaTorzok Сказка кончилась. И вам, дорогие ребята, наверное, захочется прислать рисунки к этой сказке. Мы будем рады получить их по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...